В гостях у нашей программы Марина Некрасова, которая на конкурсе Мисс Минс, которую все, естественно, смотрели, болели, переживали за людей В общем, Марина на этом конкурсе взяла приз зрительских симпатий Но это оказалось еще не все Нам сказали, что там еще что-то была путевка в Париж на двоих Да, что ты как сплетню преподносишь В общем-то, это вполне официально, насколько я знаю Марин, ты уже решила, с кем поедешь в Париж? Я решила, да? Не откроешь? Не скажу, Николай Да ладно, не будем, хорошо Езжу, потом узнаете Эти вопросы, а какие места в Париже собираешься посетить? Уже есть примерный список? Первым делом побегу к Эфелевой башне Фотографироваться с ней, пообниматься, поцеловаться, подержаться за нее, посмотреть Поцеловаться не советую, она довольна Холодного Ну и так далее, по спискам, по музеям, естественно, Елисейские поля, погулять, посмотреть Потом по магазинам А потом уже мама, подарки, папа, дядя, тети, соседям Всем по магнитику, все попросили А сколько дней планируется провести? Я пока не знаю еще То есть это можно выбрать на свое усмотрение Ну что ж, это неплохо, когда билеты открыты в конце Нет, стоит посмотреть чуть-чуть, возможно, немножко в сторону от нас И вы увидите Марину Некрасову Причем это ваше, дорогие друзья, фаворит Именно этой девушке достался приз зрительских симпатий на конкурсе Мисс Минс 2009 Она может доказать Это, во-первых, доброе утро Доброе утро Покажи, покажи нам зритель Пожалуйста, доказываю всем Мисс зрительских симпатий Мисс Минс 2009, а не 8 или 7 Трепетно держать вот подобную вещь в руках Как, нравится? Очень, очень нравится Очень трепетно, очень приятно Скажи, пожалуйста, очень банальный вопрос Но, тем не менее, мы-то не знаем Может, кто-то уже знает Случайно ли ты попала на конкурс? Как ты туда пришла? Случайно На кастинг я попала случайно Мы с девочками ехали из пиццерии И приезжали в Национальную школу красоты И решили А почему бы не зайти? Ну, вот так получилось, что зашли Прошли на финальный день Ну вот, и так получилось, что я еще прошла в досадку финалисток То есть ты была с подружками, и все подружки прошли в финал? Нет Подружки потом как-то своими делами закрутились И что-то они как-то не доехали Переяли пиццы, они выбрали пиццерию, да Марин, ты довольна результатом? Да, конечно, я очень довольна Мне кажется, что, честно говоря, даже для меня, мое мнение, что быть низ зрительских симпатий даже гораздо почетнее, чем просто мир Потому что уже люди, мужчины выбирали и голосовали Не только мужчины Знаешь, когда мужчины, это понятно, но когда еще и женщины выбирают женщину, это тоже очень почетно Хорошо, давайте ближе к делу разберемся, что же, Марина, ты из себя представляешь Значит, начнем издалека Студентка Белорусской Государственной Академии Музыки Да Правильно? Какой курс, какой предмет? Третий курс Предмет Пианино Пианино Безумные, безумные, дикие цифры нужно проводить Много, много времени, много лет Нужно заниматься, учиться, много читать, много слушать Поэтому, как любая профессия, моя профессия тоже очень непростая Как же тебя угораздило такую красивую попасть именно вот в такой трудоемкий процесс? Ну, я не выбирала особо У меня просто родители музыканты, у меня семья музыкантов, все играют на фортепиано И вот как-то с детства меня посадили за этот инструмент и сказали, она будет пианистом А кто все? Это мама играет? Мама, папа и сестра И сестра То есть вы решили в восемь рук Да, да, да Дивочная клавиш много, ты же сам сказал Конечно Марин, давай поговорим о твоем социальном проекте, который, естественно, был представлен Тоже одно из условий конкурса было Расскажи сама нам о нем Я бы хотела в детских домах искать талантливых детей и в дальнейшем обучать их бесплатно Потому что они не имеют такой возможности, как дети в обычных семьях полноценных ходить в музыкальные школы Некоторые из них даже не знают, что у них есть какие-то таланты Возможно, как я уже неоднократно говорила, в детских домах растут Ростропович и Рихтер А мы об этом и не знаем, поэтому мой социальный проект подключался именно в этом А твое личное участие непосредственно? Конечно, я бы ездила по Минску хотя бы для начала Прослушивала бы детей и смотрела, есть ли у кого-то таланты И в дальнейшем бы как-то курировала бы их А готова давать сама бесплатные уроки таким детям? Конечно То есть это тоже включено, возможно, в том числе социальный проект Ну вот хорошо, учишься в Государственной Академии Музыки, заканчиваешь ее И в дальнейшем, какой видишь свою карьеру? Это музыкальное будущее, эстрадная карьера? В любом случае, связываю свою судьбу с музыкой, конечно Я буду либо педагогом, либо концертмейстером, сольным исполнителем Это уже, знаете, как получится Потому что мне еще учиться, да, я всего на третьем курсе Возможно, что-то еще меня в жизни заинтересует Но от музыки отходить я не собираюсь Сегодня мы будем с Мариной говорить о том, что любви, все возрасты покорны Любви к жизни, любви к приключениям Марина, вот можно сказать, конечно, что конкурс Мисс Минска – это приключение? Конечно Это приключение Безусловно А помимо этого конкурса, какое в твоей жизни еще было самое захватывающее, волнующее приключение? Ой, в моей жизни так много приключений Потому что я постоянно езжу на какие-то конкурсы Не связанные, естественно, вот с красотой Да, на музыкальной, международной, всевозможной И поэтому каждый раз, каждые буквально три месяца и полгода Для меня происходят какие-то новые впечатления, приключения То есть всегда, никогда не обходятся без главных историй Конечно, да Нет ничего такого, чтобы все проходило гладенько, выверено Точно по какому-то алгоритму и формуляру Нет, нет Тебе нравится, что жизнь наполнена именно такими ситуациями, может, странными, порой необычными? Конечно, если бы она не была наполнена такими ситуациями, то было бы скучно просто-напросто Чем бы ты хотела заняться на пенсию? Если предположить, вот когда-то же она все-таки наступит, этот период придет Конечно, грядки Ну, нахуй, я читаю, активно О, видишь, ты даже не на пенсию уже Я же себе накупил Да Смотри, что ты с друг годности не истек Это скорее что-то активное или наоборот Ну, вообще, я для начала хотела бы иметь трех детей И я думаю, тогда, когда я буду на пенсию, у них появятся свои дети И поэтому я буду нячить непосредственно внуков По-моему, мечта любой бабушки Чего? Да, это загородный дом, две большие, добрые собаки Белый рояль, камин, да, и дети, и внуки Отлично Такая бабушка в духе русского общества, да, какого-то там Какое-то вязание какое-то Да, почему бы и нет Даже неплохая картина, то есть, такой интеллектуальный пенсионерка у нас, Марина Некрасова А зато какие внуки вырастут интеллектуальные Это же бабушка, бабушка будет сказки наверняка рассказывать Конечно, играть на рояле Петь романсы Естественно Воспитывать интеллектуальных детей Вот будущее, вот оно рядом сидит Марина, сейчас пришла очередь для нашей студийной коробки Которую мы тщательно собирали, эту коробку При помощи наших гостей и также наших зрителей, которым большое спасибо Здесь находятся вопросы Один из них тебе предстоит вытянуть и, естественно, на него ответить Так что... Можно... надо не подглядывать, да? Надо, надо Можно, конечно, и посмотреть, но вряд ли Я против, я за честность Какие качества вы цените в людях больше других? Отличный вопрос для мифа Постоянная зрительница Анна Дмитренко Отлично Отвечаем Анна Дмитренко, слушайте Качества Ой, на самом деле я оценю такие качества, как... Ум И все Ты знаешь, уже хорошо Уже хорошо Уже неплохо Ум, да, сейчас Да, я что-то несу еще А еще порядочных Искренних Вы знаете, искренность это очень важное качество А также доброта Целеустремленность, щедрость и так далее Прекидентов все меньше Не слышно почему-то ни красоты, ни богатства Ой, ну знаете, красота Сейчас у нас столько возможностей, что можно за собой главное следить И все будут очень красиво